Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами разберем, как установить в браузер Tor. Для этого заходим в какой-либо поисковик, допустим, Яндекс. В поисковой строке пишем Tor пробел. Из предложенных результатов выбираем Tor Browser скачать. Первая строка у нас Tor Browser.ru. Так, значит, здесь переходим чуть ниже, нажимаем скачать Tor Browser. Сохранить. Так, пока скачивается, немного разберем его. Значит, Tor Browser, такой же браузер, как и Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Единственная его особенность, ну не единственная, а основная особенность, то, что он создает анонимное сетевое подключение. То есть он шифруется и меняется местоположение ваше. То есть вас нельзя и прослушать, и отследить. То есть вы постоянно, при каждом заходе, вы будете определены, как в каком-то другом месте мира. Значит, второе. Значит, программа не оставляет никаких следов работы в сети, особенно если вы пришли с ней на флешке. Третье. Значит, можно посещать с рабочего места заблокированные сайты, такие как ВКонтакте, Одноклассники и так далее. То есть без проблем вы сможете пользоваться какими-либо сервисами, которые заблокированы на рабочем месте. И четвертое. Снимается проблема с помощью этого браузера. Ограничено количество скачиваний или просмотров какого-либо сервиса. То есть получается, что часто мы столкнулись с тем, что файл какой-то разрешен там скачиваться там с вашего региона или в сутки там с вашей IP один-два раза. Ну вот, все это обходится с помощью этого браузера. Так, он скачан. Запустим. Так, устанавливаем. 33 мегабайта. Вот он, этот встаночный файл. Так, русский язык. Окей. Установится на рабочий стол. Меня устраивает. Можете поменять место установки. То есть браузер очень хороший. Помогает в различных ситуациях обойти какие-то ограничения, какие-то блокировки, запреты. Все жмем запустить. Так, значит, вот он у нас появился. Все, что нам нужно сделать, это нажать соединиться. Так, нажали соединиться. Происходит подключение, внедрение в эту сеть. Там через... Все, значит, мы подключились. Вышли в интернет через этот браузер и эту систему, технологию анонимного соединения. Теперь давайте посмотрим, где Яндекс.Браузер определил наше местоположение. Так, он определил, что мы находимся в Москве, что я нахожусь в Москве. Хотя это не так, я нахожусь в Беларуси. Так, карта Москвы. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.